Аллея из необычных лавочек. Смотр-конкурс скамеек проходит в столице ежегодно уже около пяти лет в каждом районе города. За это время благоустроены десятки локаций, где можно не только отдохнуть, но и сделать оригинальные фотографии на самых необычных лавочках. Конкурс «Полюбившийся минчанам». В текущем году мы это приурочили к нашему празднику, к дню города. Это 957 лет мы отмечаем. Это и открытие новых зон отдыха в каждом из районов по одной зоне отдыха. Это к дню независимости и к дню рождения нашего города, нашей любимой столицы. Вот и сегодня, как одно из сопроложений таких мероприятий, это конкурс скамеек. 15 предприятий Московского района столицы приняли участие в конкурсе скамеек. Они сами своими руками создали всю вот эту красоту. Кстати, разместилась она на новой зоне отдыха под названием «Школьная». Совсем скоро моя коллега Валентина Трубач сделает ее подробный обзор. Наш город, он с каждым годом становится все краше и краше. Отрадно, что внимание и заботу об этом проявляют и граждане, и предприятия, и организации. Каждое из предприятий где-то продумывает свой вклад. Предприятия креативно и оригинально подошли не только к оформлению скамеек, но и к их презентации. Участники по-разному представляли свои творения и пели, и танцевали, и стихи читали. Разрабатывали мы скамейку, собрали целое, как говорится, общество работников, планировали, думали, как лучше сделать. Но так как нам близко почему-то тема Аиста, Белой Руси, что это символ нашей Беларуси. При выборе скамейки, которую хотели установить на этой зоне отдыха, мы именно выбрали нашу страну Беларусь и хотели показать нашим как маленькому поколению, так и взрослому, что надо соблюдать традиции. В нашей лавке присутствуют Аист, присутствуют Васильки, которые символизируют нашу страну независимую, в которой присутствует любовь. Подведут итоги и выберут лучших уже на следующей неделе. Каролина Прокопьева, Александр Мирошниченко, агентство Минск Новости.